Как раз шоу-бизнес, особенно тот, который остался, да, непротестный, тот, который соглашательский, кто остались в России, кто поддерживает там или войну, или молчат по этому поводу, это люди, которые приняли своё решение, и это не те люди, которым простят то, что они как-то повели себя не так, хотя они себя повели совершенно обычно. Они в тех же костюмах, простите, на сцену выходят, да, понятно, но не как рэпер Васин. Нет, я с вами согласен, Филипп Киркоров выступал в Астане и в Алматы, поэтому он был примерно в таком же костюме, я подтверждаю. Я не был, я на концерте не был, но я видел. Вот, поэтому это тоже как, скорее всего, вот мы все там теряемся в догадках, чего вдруг, чего, как, это, скорее всего, тоже как некий выход пара для людей. А, повозмущаться вот по какому-то поводу, который им скинули сверху, правда. Ну, почему, ну, то есть это просто навязанная какая-то, навязанная дискуссия, скажем так. Окей, люди подхватили, что-то там, а-а-а, пообсуждали, выдохнули, пошли дальше искать. Это очень такая пропагандистская, известная очень вещь. Мы буквально тут вот вчера встречались с Евгением Киселёвым здесь, и мы с ним как раз обсуждали то, что в своё время, как говорят, и он придерживается этой точки зрения, Андропов, когда был ещё Брежнев, он, собственно, он же руководил КГБ, и он тогда придумал сочинять анекдоты про Брежнева. Так совпало, что Брежнев сам ужасно любил поржать над собой и посмеяться, и такой был. И ужасно всегда интересовался и спрашивал, а что там про меня рассказывать смешной? Ой, смешной. И это, наверное, послужило толчком и какой-то мыслью там в своё время, а не сделать ли это действительно таким ходом. И ход был гениальный, потому что про Брежнева, ну, не знаю, вы, наверное, вряд ли помните, но про Брежнева было очень много анекдотов. Их потом не стало так много ни про кого, ни про Горбачёва, ни про Ельцина. То есть очень похоже на то, что это была вот такая прямо выход пара, придумала такая история. И там, говорят, было целое отделы людей, где работали, пока архивы не открыты. Неизвестно кто, возможно, те же какие-то сценаристы, авторы КВН или ещё что-нибудь, ну, какие-то юмористы, которые придумывали анекдоты. Люди над ними ржали, им казалось, что они немножечко так протестуют, да, это всё было так. Ты же анекдот рассказываешь не на сцене, не на публике, а между собой такой как бы. А-ля политический. Вот. И такие вот способы, они всегда существовали, это один из них. Жаль только. Мне, в общем, не очень жаль. Ну, как жаль, не жаль. Слушайте, я уверена, что и Филипп, и уж тем более Ксения Анатольевна, и Билан, и Лолита, они все как-то до этого жили с этой властью и дальше как-то найдут способы существования. Вряд ли они скажут, да что это такое надоело уже, в конце концов. Ну, вряд ли. Я очень завидую тем людям, которые на эту учебнику не попали или не пошли. Это прям кому-то, видимо, очень повезло. А есть те, кто пошли, но их не узнали. Ну, наверняка, да. Но больше всего, конечно, жалко этого несчастного рэпера Васю, потому что, зная нашу правоохранительную систему, зная, как она трудится там с политзаключенными, со всеми несогласными и так далее, зная ее жестокость, мне очень жаль этого парнишку, потому что он там пробыл в итоге 25 суток, в итоге сейчас вышел, и я могу себе представить, что с ним там, ну, надеюсь, не делали, но как ему угрожали и как над ним издевались. Мне очень жаль его, он может быть прям сломлен, как человек. Татьяна, скажите, пожалуйста, а в чем заключается Ваша главная надежда 2024 года? Есть ли она вообще? Да, и она, в общем, не меняется год от года. Это надежда на то, что люди перестанут жить автоматически и начнут задумываться. Вот Татьяна Лазарева радуется, когда беспилотники атакуют российские города. Как на это можно реагировать? На это можно реагировать только, на мой взгляд, нормальный человек реагирует просто. Что-то, какой-то нервный срыв произошел у Танюшеньки, и она сама того, видимо, не ведая, поставила на себя на уровень вот тех эсэсовок, которые были в Третьем Рейхе и которые одобряли. Это какое-то умопомрачение. Может, им там что-то дают за границей, что у них крышняк так едет, что они зверств не видят происходящих в Украине, а отрабатывают бабки. Евреи, вот скрепы. Так, значит, нужно открыть те скрепы, контролируя. Наш русский Христос – это князь Ярополк, это последний князь империи, сын Святослава Великий, которого убил князь Владимир или его люди, неважно. До тех пор, пока не будет покаяния. А что такое покаяние? Это пересмысление. Ребята, откуда идут проклятия родовые закупорки? Оттуда, когда 25% населения вырезал Владимир, заставляя верить в Христа, который сказал не убить? Нет, вот очень удобно и совершенно безопасно говорить о делах очень прошедших. Я сейчас говорю. А давайте мы будем говорить о нынешней ситуации. Вот был упомянут Волошин, был упомянут Крым. Мне интересно, что громадянин Украины думает насчет тезиса «Крым наш». Значит, я сказал это сразу, Крым мой. И каждый, каждый, осознающий себя интеллектуалом и игру, говорит, Крым мой, ребята. В чем проблема? Какой Крым наш, Крым ваш, Крым мой? Это каждый может приехать. Что? Вообще, 21 век, мы все земляне. На нас смотрят другие цивилизации, смотрят, мы как дети в песочнике, которые мочат. Почему? Почему? Ну, какой? Мне хочется понять отношения конкретно. Отношения конкретно? Я еще раз говорю, в этой игре определенными игроками, которые продали Украину и имеют идею справедливости, мести, ибо в правом секторе внуки СС, внуки, которые хотят взять реванш, которые обижены на чекистов, есть предки и так далее. Правый сектор – это всего несколько процентов. Есть справедливость и есть месть. В Украине сегодня нет Христа. Причисляю себя к тем, кто сегодня в День России празднует, наверное, не праздник России, той, которая сегодня существует, а говорит с днем той России, которая будет, будет благодаря всем нам, благодаря тем, кто верит в Россию, верит в то, что эта страна достойная лучшего существования и люди, которые в ней живут, достойны лучшей жизни. Пиздец, нахуй, блядь!